Всем привет! Автоотелье Corvus Gold представляет видеообзор аудиотехники для автомобиля. Напоминаю, что обзор предназначен для визуального ознакомления с тем или иным компонентом автозвука и не несет в себе рекламу и пропаганду какого-то конкретного бренда. В данном ролике я покажу новую серию бренда Ground Zero усилитель 4-х канальный серии Гидроген. Модель называется GZ-HA Mini 4. 4-х канальный усилитель с уменьшенными размерами. Розничная цена на него 20 990 рублей. Май 2017 года. Так, открываем. У нас тут описание на всю серию мини. Гидроген серия не бюджетная. Средняя ценовая категория. Вот, она стоит на шестом месте у бренда Ground Zero. Так, сейчас я его распакую. Еще не видел сам. Будет устанавливаться клиент в автомобиль новый. Киосоренто последний. Вот. И... Усилитель компактный. И... Плюс у него очень хорошее подключение. Так, сейчас я его из целлофана распакую и продолжим. Так, продолжаем. Вот такой вот маленький размер у усилителя. Практически с ладошку. Вот. Точные размеры я сейчас посмотрю в описании. На задней крышке показана подключение схемы. Вот. Скажу. Особенность данного усилителя, да? На подключение, почему я его взял для Киосоренто, штатный звук подключается через высокий уровень. Видите, слева вход первый, второй, третий, четвертый канал. То есть, что это означает? Тюльпаны. Не понадобятся линейные провода. Вот. Снимаем звук с динамиков штатных. Заводим в усилитель. И уже потом разводим на новую акустику нормальными проводами. Медными. Вот. Плюс еще в чем. Для усилителя не нужен управляющий провод. По высокому уровню, если вы его подключаете. То усилитель включается от появления сигнала. То есть, как вы только включаете магнитолу, звук пошел. Включается автоматический усилитель. И погнали слушать. Очень хорошие кроссоверы. Видим у нас регулировки низких частот с 10 до 500 герц. И срез низких частот от 40 до 4 кГц. В принципе, это можно использовать для поканалки. Так. Дальше. Переворачиваем. Смотрим подключение. Ух ты. Усилитель, кстати, очень тяжелый. Я его в руке еле удерживаю одной рукой. Ну, зажимные клеммы очень хорошие, удобные и надежные. Плюс еще, да, первый раз вижу, обратите внимание, зажим происходит под углом. То есть, вы когда зажимаете провод, закручиваете шестигранник, да, он автоматически заталкивает провод туда внутрь. Я первый раз такую систему вижу, зажимы. Вот. Блин. Реально очень надежно. Так. Ну, теперь переходим к характеристикам. Описание у нас на двух языках. Это на немецком. Так. И то, что я понимаю, более-менее на английском. Так. Здесь у нас идет по очереди описание для моноблока. Мини-1. Дальше. Мини-2. Мини-4. Так. И переходим к характеристикам. Так, так, так. Сейчас. Я найду. Вот здесь показана схема подключения для четырехканальника. Это с головы, с помощью линейных проводов. Это подключение четырехканалов. Это как раз со штатной головы, способом высокой частоты. Так. Так. Вот спецификация. Так. Мини-4. У нас номинал идет четыре по восемьдесят ватт. Коэффициент искажений один процент. Так. Если мы мастим, у нас два по двести шестьдесят ватт. Будет. Так. Один процент искажений. Десять процентов. Триста двадцать ватт. То есть, вполне можно использовать для подключения легкого сабвуфера. Небольшого. Так. Ну, частотная характеристика регулировок. Я вам уже показал. Полоса частот от пяти до тридцати восьми килогерц. Вот. Ну, и самое главное. Размеры. Сто тридцать пять на пятьдесят два на двести десять миллиметров. Это очень-очень-очень-очень доступный размер. Можно его, в принципе, в любую небольшую полость скрытую поставить. Я буду ставить под сидение, где в сорентах стоят штатные усилители. Ну, и сорок ампер предохранитель. Так. Ну, вот, наверное, и все. По поводу подключения к штатной системе. Будет отдельное видео. Оно будет называться Kia Sorento. Смотрите. Если будет интересно, там же я и расскажу по подключению данного усилителя. Ну, и как будет играть после подключения. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Вопросы и бесплатные консультации вы можете получить на нашей странице ВКонтакте. Ссылки на страницу под видео. Всем добра, фортуны и бабла.